Здравствуйте, мои дорогие глядачи и слушатели! Здоровенькие булы! Оказывается, на Украине меня знают, но связи нет, поэтому такой интернетовской жалуются и говорят, мы все равно вас смотрим, мы все равно вас видим, мы вас уважаем, мы вас любим, дорогой земляк Валерий Константинович Железов. Ну, а я прощаюсь вместе с вами с 2011 годом, 31 число, 31 декабря. Какие бы итоги подвести? Вроде бы в предыдущем фильме чего-то подводил, уже не помню, чего я там наговорил. Вот, сейчас, не знаю, замерзнет или нет, у меня фотоаппарат, которого я снимаю, этот фильм. Посмотрите, я тут спрятался в тень, чтобы не мешало солнце на улице где-то. Ну, утром было минус 22, сейчас где-то 15, наверное, уже. Солнышко уже вон оно, оно всегда появляется на востоке, вон там вот это солнце. Еще, может быть, даже сейчас приедет Елена Александровна Савинич на неделю в гости, напишем пару научных работ, так и не означает, сделаем пару открытий. Я сделаю специально, как бы, экзамен на чин. Знаете, какой чин у него будет? Вот. Лучший... Ой, еще не могу придумать. Ну, слово «лучший» это точно будет. Так вот, посмотрели мы на восток, а вот там запад. Вот, видите, какая там гора. Здесь у меня над несколько градусов холоднее, чем на той стороне. Там поселок Майна. Там поселок Черемушки. Вот, садоводство пошло оттуда. Там чуть теплее. Я нахожусь ниже по течению и нахожусь на правой стороне Енисея, где холоднее, чем на левой. Ну, какая-то особенность. И вот получилось так, что надо что-то сказать напоследок. Наверное, просто обойти участок, показать, что еще не показал. Ну, давайте попробуем. Что такое тень? Что такое тень? Посмотрите, видите? Это королевский абрикос. У него плоды, именно у этого дерева, самые крупные. Все равно какой-то... Это же клоны. Прививка на манчжуриц. Все равно как-то влияет. Смотрите, что такое жесть тени. Вначале он рос, рос, рос. А потом так случилось, что ну, негде было больше мне построить беседку. Вот эту вот. Негде. И вот сейчас ветер в тени. Смотрите, что это значит. Я же не просто ляля. Это учебные фильмы. Посмотрите, какая страшная морозобойна. Их с ними даже... Ну да, назовем, в общем, слоем мороза. С ними не надо бороться. Вот посмотрите, видите. Даже вот то, что я сейчас делаю, это кочунство. Просто посмотрите. Уже под ней росла новая кора. И все. Дерево живое, здоровое. Хотя жизнь полдня в тени, и ей очень плохо приходится. Но еще раз говорю, никакой борьбы с морозобойными. Вот еще морозобойная. Поверьте, она плохо плодоносит. Хуже всех. От нее падает, допустим, 50 или 100 плодов. Вон оттуда. Ой, какие они огромные. Вот. Она должна служить маточником. Вот так оно и есть. Вот. Единственное, что... Допустим, видите, на санцеплеке еще один королевский. Вот он. Вот. Посмотрите. Его ни в коем случае нельзя было белить. Сейчас оно принимает... 31 декабря оно принимает солнечные лучи. Мне повезло, что я такой день выбрал. Это очень важно, друзья. Посмотрите, почему я вот эти ветки отрезал. Видите? Специально. Почему? Внимание. Там, да, смотрим наверх. Вот это. Вон они. Самое ценное, что есть. Вон они на верхушках приростных сантиметров по 60. Видели? Посмотрели? Если бы вот этого не было, вот здесь бы я не отрезал. Раз, два, три. Это насильственная обрезка. Это маточное дерево. Вот. Оно бы не выбросило те самые побеги. Почему? Ну, уже ему, как бы сказать-то... Это кажется, молодое. Нет, оно уже ему лет 20. Нет. 18. Для Сибири это уже не молодость, это еще не пенсия, но уже близко. Поняли, да? Значит, вот такая обрезка. А кто-то бы сказал, что ж ты на кольцо не обрезал? А я отвечаю, почему. Я не идиот. Вот. Когда-то новое поколение садоводов с моей подачи обрезку на кольцо будет называть идиотской. Поняли, да? Вот. Итак, абрикос королевский в тени. Вот. Урожай слабое, но очень крупные плоды. Может, генетически более крупные, может, только потому, что их меньше. А вот этот обильный. Тут плоды 50-60 грамм, а не 100, как на том. Ну, посмотрели. И феноменальная вещь, вот этот абрикос пару раз рассказывал, но я покажу в ближайшем вебинаре, это будет скоро, 3-го числа, 3-го января. Фильм вряд ли вы раньше увидите, но на всякий случай. Не посмотрите 3-го, посмотрите 10-го. Раз в неделю по московскому времени 16 часов. Следите за моим сайтом, за гостевой книгой. И вот получается так, что я уже это показывал и еще покажу. Значит, количество нашел уже просмотров одного из моих материалов на Яндексе. 400-700 тысяч. Мне стало на душе полегче. А то, что я раньше показывал, 100 просмотров, 500 просмотров. И теперь мы выходим на новое качество, на массовое. Поэтому я же не могу не повторить лишний раз. Вот это то, что видите сбоку, торчит нечто. Это есть неудавшаяся прививка. Смотрите внимательно. Вот, надеюсь, видно. Это прививка культурного дерева. А вот это, вот красненькое, что там такое? Что это такое? Это, наверное, прицепилось рядом. Вот она. Вон, 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 вон. Просто оттуда упало огромное количество плодов, все они под снегом. Я имею в виду красную рябину. И вот это вот, с красной рябинкой, вот с пятнышком, это и есть манджурский абрикос. Но именно он дал плоды 40 грамм. Красивое, чисто культурное. Он сейчас лидер. И вот что получается? Уже, считайте январь, сегодня, последний день 21-го года. посмотрите эти просто. Им цены нет. Это так называемый гибрид. Но не сеянцевый гибрид, как оно полагается по науке, а вегетативный гибрид. Поэтому то, что вы видите, это все сказки, этого не может быть. Фотографии прошлого года для вас ни о чем. Вот. Свидетели Елены Александровны Савинич, я называю «Моя совесть» ни о чем. Вот. И все-таки самое ценное. Нет, не так. Здесь все ценное. Вот эти же, что я говорил, в тени прячется королевский. Вон, вы видели. Ему цены нет. 100-граммовые плоды. Это шутки. И этот до 40 грамм. Вот. Но это манджуриц. У него гены манджурца. И вегетативные гены какого-то из культурных сортов, который не стал жить, умер. Но успел заразить. И вот это я называю и нет. инфицирование. Во. Так. Слушайте, а вдруг я вас надул? Я часто ссылаюсь на память. считаю. Абрикос. Манджурский сын. Во. Это особый сын. Я с него не срезал ни одного черенка. Ой, привет, птичка. Вон. Смотрите, что они клют. Смотрите, смотрите. Для чего нужна рябина. Видели? В саду. Понятно? Почему я не вырубил? Видели клевала? Почему я не вырубил эту рябину? Она занимает большую площадь. Из-за этого здесь там где-то чуть ли не тресть сотки я ничего не могу посадить. Вон птени. Не растут ни черта. Видели? Не растут. Птень вот от нее, от этой громадины. Вот. Но зато она кормит птиц. А птицы должны жить в саду. Здорово. Кстати, привет, птичка. Это мне новогодний подарок от природы. За то, что я люблю птиц, за то, что я их подкармливаю. Вот. Каждый раз я привожу сухари, и они уже знают, где их складывают. Вот. Ну, в общем, вы поняли, да? Это ценнейшая вещь. Чтобы эту вещь произвести в науке, это невозможно, потому что для них вегетативная гибридизация лженаука. Эй, темирязовцы, выпускницы. Эй, эй, вот ваша лженаука. Настоящее дерево. Настоящее вегетативный гибрид. У меня не все вегетативные гибриды. Каждому подойти, рассказать. Вот. Видите, я не могу успокоиться. Оппоненты молчат, набрали полный рот воды, чтобы не разговаривать. Почему? Мы железо осмотреть не будем. Мы не это. Вот. Сперва раз, кому грязь в морду. То есть, ну да, в мою морду. Можешь считать морду лица. Вот. Ну, пойдемте еще что-нибудь посмотрим. Я вам показал два выдающего сорта. Королевский из Франции и гибрид, вегетативный гибрид манджурца железо из Сибири. Вот видите, это я уже постарался. Вот. Моя работа. Не буду считать, что там. Ну, у меня тут все и выдающие сорта. Вот это. Вот. Вот здесь я не знаю, как сорт груши называется. Ой, какая груша. Вот. А сорт не называют. Посмотрите, ни одной ветки не срезал, ни на продажу, ни себе. Вот. Надо еще один урожай, надо идентифицировать. Умер Латинков, специалист по грушам. Вот. Я всегда преклоняюсь перед своими друзьями. Я не ставлю никогда, поверьте, железо на всем готовом, я не ставлю никогда себя выше других. Я по-другому делаю. Я возвеличиваю своих великих друзей. Вот. Бородича, Сошникова, Левицкого. Вот. Семью Жестовских. Байкалова. Ой, как бы кого-нибудь не забыть. Вот. Потом Латинкова. Потом Боднара. Вот. И я говорю, это дружба с этими великими людьми меня возвеличивает. Понимаете? Не я с этого, а дружба с ними, с великими. Рядом с ними становишься, как сказать, другим человеком. Понимаешь, что осознаешь всю масштабность того, что сотворили мы. Мы, сибиряки. Когда-то, это еще, я еще не добрался до него. Видите, сибиряков сколько, а? А, Елена Александровна приедет, мы им, конечно, и отсюда срежем. Вот. Есть такие вещи, знаете, как, берки нету. Посмотрите. То, что вы видите, обрезка была. Это было годом раньше, для того, чтобы дерево сделать маточным. Вот кто-то небрежно, краска зеленая, значит, это моя помощница мазала ранки. Он распушился, дал столько этих. Вот, кстати, этого не знаю, когда дурью мается, приезжает крону, не знает, что у нее загущает. Вот. Ну, это ладно. Походу, понял. А здесь, получается, берка потеряна. Что это будет? А у меня же заврядных сортов нет. Вот. У меня даже прекрасных, великолепных сортов нет. Я уже их по-другому называю. Это супер сорта. Это за грани возможностями. Этого нет ни в одном саду в России. Этого нет в науке. Слушайте, а куда я шел? Что ты хотел показать? Ой-ой-ой. Черешни. А что это такое? Куда же я шел? Ладно, сколько там у нас еще будем записывать? Прошло всего 13 минут. А записи вы меня до того доклевали и запинали, друзья, что больше длинных фирм не будет. В последний раз было так. Полчаса много. Делайте по 10 минут. Причем такой приказной тон. Привыкли, что это я у всех на этих словах как сказать, всех стараюсь угодить. Питомник Железова, Сергея. Вот он зимует на морозе. Итак, внимание. 31 декабря 2021 года. Покажите, где у меня нет погреба. У меня не спрятан. Один раз в жизни я катку с персиком спрятал в погреб. Вытащил весной. Бледный, несчастный. Больше не делал. Сейчас я покажу. Он их осенью активно продавал. У него не такой большой персиковый был. Персиковая школка. Вот. Идем, идем, идем. Докуда-нибудь дойдем. Вот там, где солнце, там майно. Вот. вот под теми горами. Вот. Там великий Бородич. Там семья Жестовских сейчас-ка хозяйничьи. Знаете, Левицкого очень давно нет живых. После его смерти проходит лет 8. Читаю в газетах социальные ведомости. Не поверите. Семья Жестовских собрала очередную тонну абрикосов. Вы представляете? Эй, наука. А, я вспомнил, что я там хотел сказать, показать. Итак, появилась статья председательных хозяйств. Тогда было то ли миллион, то ли два подписчиков. И вот представьте себе, что появляется статья Сычева Александра Ивановича замечательного садовода, вот, ученого. Удостоил меня дискуссии. Даже в нашей Сибирской хозяйнии. Удостоил. Подчеркиваю. Я всегда горжусь так, когда на меня еще кто-то внимание обратит. И вот, значит, его статья называлась «Абрикосовые парадоксы». Это примерно 2004 год. Кто-то хочет найти. Самая, она была толковейшая, умнейшая, грамотнейшая. Примеры приводились там с Кавказа, с Приморья. Вот, там везде и всюду. Вот, он сам из Воронежской области, то есть из города Россош. Везде примеры, примеры. Видите, забыли про Сибирь. А что тут может расти? Да ни черта тут расти не может. Вот. То ли было через запятую Сибирь, то ли вообще ничего не было. Сейчас я не вспомню. Я как вернился, я железу в тот момент уже знал, что лучший ореол в России это как раз вот это вот Майна, Черемушки, пригороды Саяногорска и Красный Хутор. Все. Все. Уже дальше сюда ниже это, там уже такие деревни, что там люди выживали, им не до айтик был, не до садов. Там чем дальше, тем хуже. Потом ореол Шушенский, но уже побледнее. И в результате моя статья уже называлась по-другому «Абрикос бросок на север». Я там немножко недоумение выразил. Да что же это такое? Как это может быть? Это мы первые в России, а оказывается мы никакие. Вот это было. Вот. Ну и наконец посмотрите вот это абрикосовая молодежь. Теперь она останется навсегда. Продать не удалось. супер сорта. Здесь растет военный академик королевский. Вот. Видите? Здесь пусто. Это было продано. Вот. На этом месте. Кстати, видите, без всякого ухода, но вот эти вот именно это сеянцы уссурийской груши. На прививку не годятся. Видите? Вот. Но за ними особого ухода не было. Сергей завел в магазин. Магазин пришлось закрыть целая деревня, а никто ничего не покупает. Не потому, что нет людей, не потому, что людям удобно ездить в город. Нет. День не хватает одного пустяка денег. Вот. И держался он еще лето на пиве и на хлебе. Все. Вот так. И, наконец, закрылся. Вот он магазин. Вот он. Жалко. Заходишь внутрь, чистенько. Все. И всегда все свежее. Всегда поражался. Ну и, в общем, вот это вот, я не знаю, Сергей еще черники не резал, что будет после этого. Но, в общем, вот так выглядит абрикосовый ареал небольшой. Вот. И, подчеркиваю, всегда, лучшая черники на молодежи. Не верьте тому, да где вы со взрослого черева 20-30 лет возьмете подний черенок, а? А вот это уже яблони пошли, игруши. Вот. Яблони, знаете, какие? Я летом показывал, у вас сегодня текли, когда я образно угощал вас медовыми, вот, белоснежной кандилью, потом это самое, розмарином. Вот этим вот, видите, вот эти вот ряд. Знаете, они, вот они в ряд растут, да? А когда-то густо-густо росли, потому что это был питомник. Часть осталась навсегда. Еще ни одного серенька не срезано, видите? Вот это уникальная вещь. И в таком количестве, и тут для Сергея это, наверное, сильно много. Вот это, вот. А почему не срезанное? Почему я не срезал? Почему вам не продал? А потому что садоводство в России так хереет, что даже это уже не нужно. Понимаете? Да, кстати, третье дерево, четвертое, это уже не память. Я говорю, но всегда запомните, чтобы вас не надурили. Вот там бирка висит. Сейчас это, это же учеба, ребята. Давайте почитаем. Вот это. Кстати, видите, вот эти вот ранки? Это была обрезка, а по синьё вот распушается, распушается, потому что это маточное дерево. А раз белые пятнышки, значит, это Сергей заготовлял отсюда. Итак, что здесь написано? Скоро спел, а, скороспелка Мичурина. Вот. Так, теперь смотрим сюда. Чем? Ну, здорово, да? Черенки, как черенки, будущее нарезанное, почки, как почки. Вот это не отличишь, допустим, от Лады или от там, или от этого. Ну, есть, которые резко выделяются. Я могу отличить, допустим, среднерусскую, могу отличить нарядных его. А остальные практически все вот такие. Но память Яковлева, это особая статья. Посмотрите, даже вот так видно, у них почки аж торчат. смотрите внимательно. Вот, это учёба, ребята. Если вам такой черенок прислали, вам повезло. вот, это наряд, ой, память Яковлева. Вот так вот. Ну, вот, посмотрим. А, вот, брать не буду. Это зелёненькое, это я срезал. Но это я срезал для коллекции, это не для продажи. Тут всего три среза. Вот. Ну, розмарин летом видели, как бы образно пробовали. вот, сало, как сало. Да. Вот, и ещё тут несколько. Видите, ни одной поиски, ни одной виски не срезано. Похватался. А теперь, где я? Сейчас и гляну, сколько осталось записи. Ага, семь минут. Эти семь минут мы что, увидим? Итак, молодой сварок с вкусными плодами. Там у меня, вон там, один уже Сергей спилил сварок. Огромное дерево и плоды уже невкусные. Из-за дикого урожая ничего не может. Взрослое дерево, попробуйте урожай регулировать. Ага, Можно было бы половину веток отрезать, тогда остальное половину веток дало бы плоды в два раза крупнее и слаще. Вот. А мой принцип не подходить. Вот. А вот, наконец, у меня вырос молодой сварок. Снизу уже, если приглядеться, ну, веток 10-20 я отрезал. И вы их с трудом покупаете. Может быть, 3 или 5 продал. Надо? Это для самого севера. Вот. И, посмотрите, все это не тронуто. Но это ценнейшая вещь. Ветки размером до метра есть до полутора, если приглядитесь. Вот это и есть самое ценное качество веток. Вот они такие должны быть. Сколько я получал посылок? Мертвые, гнилые, черные. Вот. Вот это было. Или получишь, вот сейчас покажу какую-нибудь. Вот. А они сантиметров 15 и все почки плодовые. Такое впечатление, что тот отправлял или издевался надо мной. Вот. Или сам не понимает, что творит. Вот Фаина. Чем отличается еще раз учеба? Это же учеба. А смотрите на густоту. В данном случае, после того, когда Сергей обрезал на прививку белые пятнышки, это его. Вот. Оно обросло. Почему такие они мелкие, короткие? А сюда мороз попал. И оно сразу переходит на плодовышение. Быстрее, быстрее дать урожай. Я эти почки называю неполноценными. На прививку не годятся, но урожай дадут. Вот так. А здесь есть вполне полноценное. Вот. Это она же, это же дерево. Так. Здесь получилось немножко удачнее. Ну и показать вам а еще знаете что? К сожалению, да, может и не сомневаться, что это Фаина. Вон, видите, какая густота. Но все-таки уже между почками расстояние начало увеличиваться. Это значит качество Фаины уже просто-напросто, ну, как бы сказать-то. Вот. Видите? Это потому, что вы не сомневались, что я вам голову морочу. Фаина. Вот. Качество чистой Фаины, а это сырой гибрид, мой знаменитый, который сделал меня волшебником. Вот. И этим я горжусь. А я только тычу, а потом все само получается. Оно получается у тех, кто ищет. Вот так и у меня получилось. Вот это вот у меня единственное дерево Аленушки. Не все обрезал Сергей, а вставил там несколько веточек. Ну, в принципе, Аленушка, она грамм 50-70. Ну, сами понимаете, еще кто-то потом еще обматерит, скажет, вазу в основном по 300-500 грамм, не разобравшись. Вот так вот, ясно? Вот. Зато Меобу, вы видели плоды, вы знаете, 37 лет, на 37-м году я получил самые крупные плоды. Тот русский сад у меня на острове сожгли ребята. До сих пор не знаю за что. Вот. А здесь не спеша и вот они выросли. Но все равно остаются молодыми. Тут сейчас уже вот-вот заканчивать будем 23 минуты осталось. И вот это вот я к тому, до чего доводит. Видите? Это мертвый огрызок. Почему? Замерз. Это очень опасно. Ну, слава богу, дерево пока дает метровые приросты. Смотрите, все не обрезал, Сергей его оставил. Это молодые деревья с немножко расшатанной наследственностью. Простите меня, простите Сергея, но еще ни одного человека не было, который сказал, что вырос этот саженец Сергея или черенки полученные от меня, дали какую-нибудь дрянь, ерунду. Не было такого ни разу. Единственное, переживаю вот с этого. Он не самый вкусный, это именно сибирский северный вариант сварога, но на этом дереве они были вкуснейшие. Пройдет несколько лет, Боже, без всяких опылителей такие урожаи дает, но невозможно обеспечить сахаром каждый плод. Вот, и получается, что вот тут кого-то я могу чуть-чуть обмануть, я говорю, у меня сладкие, сладчайшие, и тут же добавляю, кроме сварога, я его считаю полусладким. Ну вот, друзья, заканчивается наше путешествие. Не забыть вас поздравить с наступающим Новым Годом. Вы посмотрите этот фильм, когда меня уже, в этом году уже не будет. Уже будет 22-й год. В нем очень много двоек в этом 22-м году. Минерология прямо цветет. Какой будет удивительный год. Ну, раньше бы как говорили советские люди, лишь бы не было войны. Вот, понимаете? вот и все. Чуть не начал про политику, про Украину. У меня сердце кровью обливается. Там вся моя родня, самые любимые люди. Боже мой, что творят сволочи? Вот. Я не сказал, кто именно. Вот, одна минута осталась. эй, великий сильный мир всего. Пожалуйста, заведите скорее федеральный канал. Чисто про Украину. Вот. Песни украинские с утра до ночи. Вот. Все фильмы прогнать Одесской киностудии. Именно киностудия имени Довженко. Вот. Показывать, показывать, показывать культуру. Показывать всю красоту Украины. Всю невероятную красоту. Показывать людей, выдающихся людей, о которых мы ничего не знаем. Вот. Переверните все. И нас украинцы будут любить. Сейчас это ненависть. Это каждый зарабатывает свой кусок. Вот. Обгадил, пошел в серебряники получать. Вот вся причина. Повернуть сейчас, немедленно, срочно, ради Бога, умоляю вас. Вот. Только хорошее, только хорошее. Заткнуть запретить вот эти выступления дебильные, где возбуждает ненависть. Ради Бога, иначе мы не выживем. Вот это последний шанс, чтобы не было войны. Только доброе, только хорошее. Вот. Слава России. Вот. С любовью к Украине. Я Железов. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров